Друзья, всех рад приветствовать на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Едет, это American Truck Simulator 1.36 и обзор мода от XBS, которого я ждал, ну пипец, после выхода автокара DS, я ждал этот автокар, наверное, прям вот как ворон крови. Автокар АТ, ребят, АТ, 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 не, не АТ, АТ, все-таки, АТ, АТ, ну, Т, Т, нет, АТ, АТ, Автокар АТ, наверное, так это будет правильно. Давайте все-таки посмотрим, да, потому что XBS вообще он славится своими вот этими модами, оптимизированными, с хорошей анимацией, с маленьким FPS в плане, ну, просадок их нету, короче говоря, потому что моды весят вообще 20 там мегабайт, я не знаю, с таким, блин, количеством всего этого. Действительно, это лучшие моды от него, и он прям вот заботится от всех, наверное, потребителей, от всех людей, которые используют его моды, потому что не у всех топовое железо, которое вытягивает текстуры в 4К там и т.д. и т.п. И опять же, хранить моды с размером по терабайту, я не знаю, ну, смысла, по-моему, никакого нету, да, хотя, ну, как бы моды я имею там и по полгига, и по гигу, и гиги-гиги за шаги и все дела. Да, ребят, давайте посмотрим, покупается, ну, конечно же, покупается, естественно, покупаем, салон Volvo, он прописан, вот он вариант, здесь как бы представлены два варианта, с кабиной дневной и со слипером, я прям любую возьму, потому что в любом случае это все, естественно, меняется, это первая версия мода. Что мы видим? Что мы действительно с вами видим? Хорошее качество модели, блин, 20 там что-то мегабайт он весит, ребят, за такие-то, блин, это пипец, да, с Гуардом, блин, класс, смотрится, версия первая. Ну, в дальнейшем, я думаю, там он полюбас что-то замудрит, на него какой-нибудь и 8 на 2 или 8 на 4, шасси, что-нибудь еще, ну, полюбас что-нибудь такое будет, как, в принципе, с его модом, да. Класс, по освещению, стандартно, дефолтное освещение, ничего, сверхъестественное, да, грешить, там, то, что это бесплатный мод и что-то это, да, я даже не буду. Нормально, все четко, мне нравится, классно, в данном случае у нас Day Cup сейчас и в 3 кабины, оказывается, да, потому что я только вот этот мод загрузил, ребят, я даже его сейчас не смотрел, если честно. То есть вместе с вами я сейчас прямо вот его в данном случае смотрю. Дневная кабина, в данном случае вот такая, давайте посмотрим по салону, ни хрена себе, сколько интерьеров, я вам хочу сказать, здесь прямо вот такая тема, с дневной, какие-то варианты интерьера в светлых тонах, красных, в таком вот, в каком-то темном, да, эксклюзивные. Меняются седлушки, да, естественно, вот если взять эксклюзив, уже другие варианты седлух здесь. И прям вообще четко, гля, какой прям, ой, блин, класс, вот этот прям супер, мне нравится, очень нравится, окей, это дневная кабина, это дневная кабина, ребят. Если берем мы Slipper 36, что получается у нас, еще раз. Далее уходит Guard, и здесь добавляется Slipper в таком варианте, а Slipper 60, такая будка уже поконкретнее. Кстати, оригинал, смотрел фотки, АТ-шки, ну, блин, вот, 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 прям вообще, ну, прям вообще, ну, очень нравится, очень нравится. Может быть, даже где-то какие-то косяки есть, да, но они минимальные в плане аутентичности, очень похож, очень похож, прям вот, капец как. Так, так, если берем мы Slipper 36, Slipper 36, что у нас здесь получается? Здесь у нас уже с палочка, но текстуры могли бы здесь быть получше, понятное дело, да, с палки самой. Меняется уже полностью, опять же, интерьер стандартный и три эксклюзива, а вот здесь уже меняется с палка, с постельным бельем уже, с другим. Ну, в целом, кстати, я вам хочу сказать, блин, добротно вообще, добротно, такая тонировочка здесь, да, у маленького этого окошка, у этого окошка. Мертвые зоны, сделана бомба. Так, а если Slipper 60 увеличивается в размерах, здесь, в принципе, я так полагаю, что все то же самое, опять же, по стандарту, эксклюзив, тот же самый, тот же самый меняется салон здесь. Только вот здесь что-то я не понял юмора, как-то вот он здесь, как-то он здесь, что-то непонятно, как бы, такое ощущение, как будто он дублирует то, что вот здесь, вот, если честно. Так, подожди, это короткий, а это длинный, а это длинный. Нет, не-не-не, меняется, меняется, все-все-все-все, вопросов нет, меняется, увидел. Блин, в целом класс, давайте какой-нибудь я возьму салон, ну, какой-нибудь я хочу светлый, светлый эксклюзив, вот, вот такой вот будет, логотипы автокара, все дела, wide ride, блин, ну класс, вообще, вообще класс, блин, атас. Не знаю, педаль анимирована или нет, ручная коробка передач, в данном случае, здесь стоит, класс, вообще, окей, давайте, допустим, ну-ка, дневная кабина, допустим, дневная кабина, что у нас по шасси, 152, 220 и 300, с добавлением еще дополнительных баков, да, наверное, с какой, с одной стороны, да, либо 220, только с ящиком и все, а здесь только добавляется еще один ящик и бак. Либо вот такой вариант с подножкой и с этой стороны у нас бокс. Так, ну давайте сейчас все варианты быстренько пробежим, давайте, вот, 152, который, движки, походу, одинаковые везде, это оригинальные движки от Caterpillar, блин, не люблю я звуки, движки от Caterpillar, почему? Слишком у них звенит эта турбина, свистит, капец просто, вот, вот это тут, вот, мне не нравится, вот, не нравится, не нравится, не нравится, но есть, что есть, что есть, возможно, прописать движки другие, понятное дело, что можно. В комплекте темплейты, можно темплейты делать, короче говоря, скины рисовать, собственно, да, по движкам 400, 425, 475 и 550 максимальный двигатель, все эти Caterpillar, ну, блин, вот, опять же, не люблю я сам по себе, ну, это мое, да, мнение, я не люблю такие двигатели, вот, очень слишком свистит, особенно на больших скоростях, звуков особо не слышно, вот, именно свист, очень большой свист, ну, хрен с ним, 550 поставлю, другие бы движки сюда вошли бы, конечно, тоже хорошо. Поехали дальше, по трансмиссиям, итамские трансмиссии, семерка, девятка, десятка, 13, 15, 18, без ретарды понятно, что 18, вот, 18, люблю 18. Салон, по салону я уже сказал, да, в данном случае, мы с вами берем эксклюзив, салончики мы посмотрели, в данном случае дневная кабина, шагайки камеры нету, по обзорности неплохо, кстати. Ну, не прям сказать, что прям неплохо, скудно, вот, скудно, наверное, все-таки по обзорности, хотя, ну, не знаю, нет, ну, не как аквариум, в любом случае, нет. Допустим, поехали, по покраске, белый сноу-вайт, белый снег, небесный голубой, sky blue, пользовательский любой, если вы захотите уехать куда-нибудь на дип-хаус, пожалуйста. Сильвер-вайт, серебряно-белый, в таком исполнении, ближе куда-то к такому хромированному, что ли, пользовательский металлик, естественно, имеется. Опять же, если кто хочет уехать на дип-хаус, можете это сделать. Поехали дальше, черный, черный брутальный, dark red металлик, темно-красный металлик, pure red, ну, что-то с пюре связано, sky blue металлик, ну, по-моему, те же самые, только уже в металлическом. Желтый, желтый металлик, опа, скины заехали сюда к нам сегодня. Скины оригинальные, ну, да, кстати, скины оригинальные, вот это скин оригинал, кстати, прям можете посмотреть в интернет фотографии. Прям вот точно копия. Но авторы, естественно, дают возможность все это дело менять, как мы хотим, да, в данном случае можно это все дело, ну, как-то поменять, что ли, я не знаю, и вот что-нибудь такое вот замутить, говняное, короче. Ну, понятно, да, что есть какие-то варианты, мы можем что-то здесь замудрить. Давайте я, наверное, желтый возьму, только я из желтого сделаю, наверное, синеватый какой-нибудь, вот такой цвет. Из серого, наверное, тоже я попробую сделать как-то вот так, что ли, наверное, потемнее, да. Это будет прям белое-белое. Здесь автокарзначок теряется, к сожалению, но почему мне здесь вот эта часть, ну, да, пускай так же останется серовато. Во, вот такой пускай трак у нас сегодня. Ну, и, в принципе, все, последний цвет зеленый здесь, в данном случае. Давайте я сохраню его как шаблон, наверное. Использовать. А, я уже не могу, блин, надо менять был. Ай-яй-яй, косяк, какой косяк. Ладно, ничего страшного, сейчас быстренько это все дело замучу сейчас, ребят. Вот так, как у меня там был, я уже не помню, я забыл, как это все было, блин. Ну, ладненько, сейчас что-нибудь я в синеву, в какую-нибудь я... О, ну, вот так, все, вот примерно что-то такое было. Поехали, дальше. По покраске понятно, да, вот такой синеватенький будет. По тюнингу, ребят, поехали. Понятно, баннер оверсайз, логично, имеется, но вот здесь вот мне не нравится. Потому что он не к этому бамперу все-таки подходит, я вам хочу сказать-то. Хоть он специально здесь зафигаривал вот эту тему, да, связанную с загибом, да, но как-то она сюда не подходит. Я бы вот поставил бы другой, есть три варианта бампера. Стандартный вот такой, бампер прямой и плита, в принципе, вот такая вот кастомная. И здесь уже мы не можем поставить никакой баннер оверсайза, только в первый вариант. Вот так только мы можем с вами сделать. Никакой краски нет, только хромированная деталь. Ой, даже не знаю, даже не знаю. Да пускай первый вот этот оставим все-таки, ладно, пускай. Здесь дефлекторы на, понятно, на переднюю часть защиты крыльев, допустим, она имеется. Я ее не буду ставить, хотя можно поставить. Флажки слева-справа есть в любом случае, понятно. Фары не меняются. Решетка, она здесь написана, кенгурятник. Но это окаямка решетки. Либо краска в цвет автомобиля, либо это хромированная деталь. Ну давайте в цвет, пускай здесь спицы не меняются, к сожалению. Возможно, в дальнейшем. Здесь дефлектор, и он металлический, не любитель металлического дефлектора. Объясню, почему сильно рябит при дороге. Отвлекает, мне неудобно. Я его поставлю, но я просто покажу, как это выглядит. И мне не нравится. Он мне обзор мешает, если честно, к сожалению. Но пускай имеет место быть все-таки, да, обзор, обзор. Так что поедем. Передние зеркала. Стойками и из капота. Давайте я, наверное, поставлю из капота. Да, вот так это будет выглядеть. Нет, плохо. Давайте вот так вот поставим. О, ну вот это, да, более-менее. Фильтры здесь не меняются. Здесь у нас заводской вариант хромированная окантовочка. Либо с освещением. Все это дело, естественно, светится. Все это дело светится. Что касается баков. 152 галлон, либо в цвет, вместе с покраской ящика, да, бокса, можно поставить. Дальше, дальше, дальше. Стандартная выхлопная система. Ничего не меняется. Здесь два варианта. Понятно, крыльев, либо стандарт логотипа автокар, либо вот такой. Пускай стандарт будет. Блин, эти не меняются, кстати. Выхлопные трубы. Здесь у нас козырек, либо кастомный, либо вот такой прямой. Освещение стандартное. Освещение полностью стандартное, кстати. Ну, допустим. Дальше у нас что? Дудки. Ну, допустим, и дудки мы поставим. Все, походу, больше здесь ничего. Здесь у нас можно добавить. Понятно, что гуард в таком исполнении и вот в таком. И, да, и что у нас еще? И, знаете, брызговики. Стандарт. Стандарт с логотипом автокара. Кэтовские. Вот такие Eagle. И вот такие Eagle on Fire. Ну, давайте стандартный автокар. Все-таки по классике загонимся. Так, что касается колес, ребят. Давайте посмотрим по колесам. Имеются автокаровские колеса, кстати. По дискам нету ничего. Так что возьмем хром. По задней части два варианта. Опять же, колес. Грипп. С разной... Ну, понятно, с разной маркировкой в данном случае. Ну, давайте первый поставим. Колеса здесь тоже самые стандартные. Колпачки всякие, да, там эти гайки. Ничего здесь не меняется, это 100%. Да? Ну, я пробегусь, конечно, но, скорее всего, нет. Нет, 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 нет. Ничего, не ступится, ничего не меняется. Но пускай вот так это будет. Пускай, пускай, пускай. Вот. Это вариант дневной кабины, ребят. Давайте и по дневной дальше поедем. Потом поменяем кабину всю основную. В данном случае здесь у нас что? По обзорности, видите, как у нас отображаются капотные зеркала. Если мы поставим такой вариант, который я не ставил из капота, обзорность, кстати, получше становится, да? Вот реально получше обзорность становится. Ну, давайте первый оставим все-таки. Вот так вот. Поехали дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас часы. Да? В данном случае часы и скорость. Тут написано R. Хотя, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, точно часы показывают. Часы есть. Окей. Дефлектор. Вот про что я говорю. Неудобно, но оставлю. Хрен с ним. GPS, собственно. Здесь у нас ничего. И больше ничего. Руль. Два варианта. DLC, кстати, не поддержит пока в данный момент. Никакие кастомные рули и все остальное. CISL я не ставил, к сожалению. Не знаю насчет CISL. Два варианта. Белый и черный. Логотип автокар. И, в принципе, здесь-то все, ребятки. Больше ничего. Ну, кроме вот еще ручка. Ручка есть олдовская. Олд в таком исполнении. Вот в таком исполнении. 13-ти, 10-ти ступенчато уже посовременнее. 13-ая, 15-ти и 18-ти с изменением самого делить. Самого флажка, да, можно поменять. Здесь вот десятка черный, 13-ть красный, 15-ть синий, 18-ть серый. Давайте какой-нибудь оставлю я синий, наверное. Вот в таком-то варианте. И пускай. Больше тюнинга никакого нет. Рация внизу, все дела. Ну, в принципе, неплохо так сделал. Так, окейушки. Вот так это выглядит. Блин, бомбезный трак. Так вот, ждал я его давно. Если мы возьмем Slippel 36, что поменяется? Удлинится, пожалуй... Ну, понятно, что удлиняется у нас в данном случае здесь рама сама. Настила никакого нету. По тюнингу здесь мы можем добавить... Что мы можем добавить? Или ничего мы не можем добавить? Подожди-ка, ничего не... Да, здесь ничего не добавлять. Здесь уже нету, кстати... Не знаю, может быть, как-то попробовать... Нет, не меняется, кстати. Никакая эта самая изначально... Вариант с... С подножкой здесь была, да, по-моему, что-то такое. Нет, не меняется, кстати. Не хочет меняться. А если мы берем Slipper 60... Здесь у нас уже... Тоже ничего не меняется. Как так вообще? А! Потому что шасси здесь, да. Точно. Ой, дурачок. Шасси надо поменять. Шасси поменять, тогда будет все четко. Вот так вот тогда и мы тормознемся с вами, кстати. Почему нет-то? Поменяем только вот здесь на цвет. Можно использовать цветовую гамму. Остальное все по умолчанию. Сполеров никаких нету, ничего нету. И все. Все, 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 все. Больше ничего, ребятки, нету. Берем. Берем по-любому. Здесь уже Slipper выглядит таким вот образом, да, который я хочу поменять, кстати, на эксклюзивный светлый. Вот. И, в принципе, больше ничего мы уберем. Конечно же, берем, проверим, продвинем симуляцию, сцепку, анимацию, естественно, все. Не любитель я кэтовских движков, к сожалению. Но что есть, то есть. Возможно, сейчас по-любому налепят модов хреново туча касаемо движков, касаемо тюнинга. Это 100%, ребята, такая тема будет. По-любому, что было, то же самое с автокаром DS, который он выпустил. Так что да. Так что да. Итак, что мы имеем, ребят? Как я и сказал, прям сразу сходу. Дефлектор. Говно. Снять напрочь. Не нравится он мне. Я не любитель. С виду выглядит бомбезно просто. Два сигнала. Так, ну сейчас давайте быстренько по салону тогда. Понятно, паркинг. Анимация есть. Блокировка дифферсала есть. А, не вижу. Где? Чё-то не пойму. Где она тыкается? Завод ключа, анимация присутствует. Чё-то я не понял. А! Блин, вижу, вижу, вижу. Вон. Габариты ближней. Дальней. Включается. Блокировка есть. Торможение тоже имеется. Ну, хорош. Чё, ну это по-любому парашют работает, я думаю. Я не помню, на какую кнопку у меня он забинет, к сожалению. А, вот, всё, нашёл. Есть анимация. Аварийка. Есть. Скудное освещение. Тёмное, кстати, освещение. Дворники. Бразговейте. Бахос. Поворотники. Да, поворотники работают. Дворники. Три положения мажут. Анимация присутствует. G-Set. Везер 1. Дождь. Да, всё мажет прекрасно. Абсолютно. Проблем нету вообще. Вон оно. Всё чётенько здесь. По освещению. Ну, скудненько. Да, здесь показывают нейтральные скорости и время. Время час двенадцать. С игровым временем соответствует полностью. Слушайте. Анимация нету. Анимация педалей. Блин. Вообще такой. Я вам хочу сказать, ребятки. Я на механике, кстати. Сейчас я включу. Вот он свист. Вот этот, который мне не нравится, ребят. К сожалению. Но вот так-то хорош. Брейк работает. Да, вообще. Вот хромированный дефлектор. Вообще ни о чём. Звуки поворотников есть. Освещение плохое здесь, кстати. Не видно, как светят поворотники. Они светят, но очень тускло. Ну-ка. G-Set тайм. Один. Ночь. Ну вот так вот светит, в принципе. Аварийка работает. Освещение стандартное, в принципе. В принципе, стандартное освещение. Да, плохое освещение, к сожалению. Ну вот так-то, ребята, блин. Нет, хорош. Ну, прям хорош. Хорош, хорош, хорош. Вот он, дефлектор этот ни о чёмный. Не видно в нём нифига просто. Седьмая H. Маневрируем. Навигатор вполне себе. Торможение имеет. Обзорность не очень. Я говорю, вот таких вот скудный обзор. Ну, блин. Ну, так-то не. Хороший тракт, хороший. Хороший. Тени, в принципе. Ну, стандартные тени, кстати, нормальные тени. Мод 20 мегабайт весь, ребят. О чём речь вообще? Ну, допустим. Давайте проверять продвинутую симуляцию сцепки. У меня здесь есть прицеп хороший, кстати. Тоже модовый. Я его возьму. Поляровский прицеп. Офигенный. Для перевозки воды. Для перевозки воды. Сейчас я куда-нибудь, чтобы никому не мешать здесь. Вот так вот стану. Вот, смотрите, какой прицеп. Космос, да? Прицеп просто пушка. Ну, давайте посмотрим. Пускай там... Ты не бибикай мне тут, пожалуйста. Отъедем. Аварий включаю. Давай. Продвинутую симуляцию сцепки на... Да, цепляет. Цепляет. И просто я сильно разогнался в данном случае. Есть контакт. Всё прекрасненько. Полин, да, вообще обалденный трек, ребята. Бесплатный. Бесплатный. 20 мегабайт. Старичок. Офигенский. Там 17. Кэтовский движок. Не люблю, блин. Не люблю. Не нравится этот свист. А на скорости 60 миль это вообще беда просто будет. Вот, слышите? Вот этот свист, который в ушах постоянный. Ну, блин, он напрягает. Он напрягает. Реально напрягает. А так, в принципе, ребят, хороший трек. Вообще хороший трек. Нет, АТАС. Просто АТАС. Просто АТАС, ребят. Просто АТАС. Хороший. Вот такой, ребята, обзор автокара АТ от XBS. Блин, дай бог ему здоровья. Такие моды кайфовые делает. Блин, вот прям вот эталон модостроения, короче говоря. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться в ВКонтакте. Заходите к нам на сайт. Там обзор этого мода также будет. С вами был Дима, канал Доброед. Увидимся, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!